Большое спасибо, господин замминистра, ваши превосходительства, дамы и господа. Я хотел бы сделать несколько комментариев со стороны ОБСЕ, это пространство от Банкула до Владивостока. В ОБСЕ у нас достаточно широкое представление о безопасности. Это не только национальная безопасность, транснациональная безопасность, экономика, а также уважение и к закону, и к праву. Все эти элементы взаимосвязаны. Кроме того, в организации по сотрудничеству в Европе принципы в коем случае нельзя безопасность одной страны создавать в ущерб третьим странам. И, конечно, мы сейчас видим, что очень часто эти принципы не соблюдаются. И в этом мире сложных отношений и национальные возможности по обеспечению безопасности все равно не отвечают национальным интересам. В одиночку это не сделать. И для нас нужна система инклюзивного характера, и это подразумевает инклюзивный диалог. То есть это действительно безопасность сообщества. К сожалению, я думаю, что в этой аудитории нет смысла повторять, потому что тенденция идет в совершенно другом направлении. И эти проблемы достаточно известны. Это нарушение основополагающих принципов и отсутствие диалога, и выход из режима контроля за вооружениями, и другие отрицательные тенденции для миграции и распространения информации. Это очень сложные проблемы. Это воинствующий экстремизм, транснациональная преступность. Очень большое количество людей пришло в движение, и все это влияет даже на самые мощные государства, которые не могут справиться с этим в одиночестве. Поэтому, дамы и господа, сегодня критический парадокс. С одной стороны, уменьшается сотрудничество и кооперация тогда, когда нам эти вещи особенно нужны. А каким нам путем двигаться? Первый шаг – это разговаривать. Разговаривать друг с другом. Мы должны лучше понимать концепции и взгляды друг друга для того, чтобы аргументировать наши позиции. И, конечно, диалог – это ключ к тому, чтобы возобновить диалог и подойти к культуре взаимодействия. Но сегодня практически не ведется диалог между Россией и Западом. И очень важно вести инклюзивный диалог, но, к сожалению, он отсутствует. Второе. Мы должны усилить взаимодействие военных, и сегодня у нас отсутствуют эти инструменты, даже эти контакты меньше, чем во время Холодной войны. Господин Лавров сказал, что процесс, который был инициирован организацией по сотрудничеству в Европе, для того, чтобы лучше понимать, что происходит в Европе. И такие контакты нужно усиливать и наращивать, чтобы посмотреть, каким образом можно преодолевать эти ситуации, которые создают риск. И в конечном итоге выйти на договоренности по контролю за вооружением. Этот разговор очень нужен, но недостаточно. И конкретные шаги должны предприниматься для того, чтобы уменьшить напряженность и риски, и восстановить уровень доверия. Третье. Преотвращать военные риски и инциденты, которые могут возникать из-за непонимания между сторонами. Поэтому можно выстраивать двухсторонние договоренности и соглашения между странами. Может быть, это то самое время, каким образом вести себя, каким образом предотвращать эти критические ситуации. Четвёртое. Мы должны также усиливать предсказуемость и прозрачность в наших военной деятельности для того, чтобы снять подозрительные моменты. Большие масштабные учения, которые проводятся сторонами рядом с границами, конечно, наращивают подозрения другой стороны, если об этом не сообщаются соседним странам. И, конечно, в этих условиях необходимо также налаживать коммуникацию, чтобы избежать непонимания и неправильные расчёты поведения другой стороны. И пятое. Кроме того, нужно использовать и те инструменты, которые ещё остались в действии. Эти ключевые инструменты, такие как предсказуемость, прозрачность и стабильность. И несколько шагов, которые могут имплементировать эти моменты, это механизмы контакта, конечно. Нужно уже делиться той информацией, которая была накоплена с 2002 года, и приводить всё это в жизнь и в действие. И венские документы по безопасности – это очень важный инструмент. И в течение времени все европейские страны, которые подписались по этим документам, всё-таки многие моменты устаревают. И военная активность, новые бюджеты, новые концепции – они также способствуют тому, чтобы возникла ситуация усиления гонки вооружений. И я думаю, что нужно даже на техническом уровне уже восстанавливать эти связи. И, господин председатель, я хотел бы сейчас поговорить о другой проблеме – это влияние новых технологий. Именно технологические изменения, увеличение конвективности в этой области также требуют новых усилий в области безопасности, потому что эти системы также создают и уязвимые места. Интернет дал возможность политического влияния на какие-то процессы в других странах. Но в то же время ни в коем случае нельзя подвергать сомнению ценности свободного распространения информации. Кибератаки также могут способствовать тому, чтобы ухудшать стабильность и безопасность. Робототехника, нанотехнологии, технологии стелс и другие инновационные продукты усиливают многократно военные возможности. И также началась дискуссия о автономных системах боевого применения. Только-только этот диалог начал обсуждаться, и страны должны понять, как вести себя с этими новыми возможностями. Дамы и господа, есть еще более серьезные вызовы. Конечно, подумайте об искусственном антеллекте. Мы сейчас только-только начинаем понимать, как он может воздействовать на нас. Но этот искусственный интеллект также будет влиять очень серьезно на международную безопасность. И поэтому ответственное использование искусственного интеллекта Именно сделать так, чтобы перевесили мирные усилия, и военная составляющая была не такая угрожающая, которая может привести к катастрофе. Все указывает на то, что и в этих областях в 21 веке должен вестись очень предметный диалог и выработаны общие подходы. Дамы и господа, я также хотел бы подчеркнуть, что делала организация по экономическому сотрудничеству. Из этих участников мы согласились на 16 конкретных мер, которые направлены в информационно-коммуникационное пространство. И самое главное – это противодействовать кризису в коммуникации, особенно в ситуации напряженности между странами. И мы настаиваем на том, чтобы ни в коем случае не было спонтанных реакций или тех реакций, которые могут привести к эскалации и даже привести к военному ответу. И вызов состоит в том, чтобы теперь эти меры были воплощены в жизнь. И я думаю, что здесь мы должны выложить на стол все наши сомнения и все то, что влияет непосредственно на жизнь наших граждан. И вот здесь, в каждом отдельном государстве необходимо предпринять меры, чтобы совместно выработать подходы. Это означает, что необходимо настойчиво имплементировать эти вещи. И, конечно, Российская Федерация играет ведущую роль в дискуссиях на площадке ООН по вопросам кибербезопасности. И я надеюсь, что Россия будет поддерживать и наши усилия в себе и на региональном уровне показывает, что все вопросы, которые связаны с кибербезопасностью, вполне возможны. И развивать это нужно от регионального уровня до глобального. И эти меры могут послужить примером другим странам для того, чтобы они приняли участие в этом же процессе. Господин председатель, коллеги, я думаю, ни в коем случае не хочу заканчивать, не упомянув нескольких слов об Украине. И мы знаем, что 800 наблюдателей сейчас активно участвуют в наблюдении. И они участвуют в патрулировании, в наземных миссиях, в том числе и ведут воздушные наблюдения. И они отслеживают процесс прекращения огня и способствуют тому, чтобы не было эскалации военного конфликта. Но они обнаруживают, что нарушение огня с обеих сторон происходит каждый день и приводит к человеческим жертвам и с обеих сторон по линии конфликта. И после пяти лет этого конфликта и сейчас нужен новый политический импульс для того, чтобы воплотить в жизнь Минские соглашения, прекратить огонь, разоружить формирование и найти решение. Это не только будет способствовать сохранению жизни людей, стабилизирует ситуацию на Украине и восстановит и обеспечит дорогу к восстановлению доверения между Россией и Украиной и Европой. Это самый большой вызов и, конечно, новая динамика может создать новые условия. Большое спасибо за ваше внимание.